всем привет спасибо что смотрите спасибо что комментируете перед тем как начать говорить про identity server хотелось бы немножко подвести некоторые итоги смотрите у нас есть solution в котором есть раз-два-две шесть приложений в которой мы каждый раз начинали практически с нуля с каждый раз самого начала показывая что нужно для чего нужно и в какие места вставить чтобы заработала аутентификация на самом деле достаточно такой нетривиальный процесс аутентификация может быть разная на на основе разных workflow так называемых ну в общем есть разные компоненты допустим isp.net core есть microsoft identity есть identity сервер как их между собой склеить вот эти вот видео на самом деле показать ну не все до проведите сервер мы сейчас только начинаем говорить в общем в предыдущих видео был показан на примере допустим facebook демо или вконтакте когда ваш сайт идет куда-то там чего-то например на facebook до какой-то айдишник отдает какой-то секрет отдает и его пользователя ну то есть этого пользователя авторизуют и вот эта информация с этим токеном но с этим не такие нам токеном с этим токеном есть identity токен есть access токен возвращается на вашего клиента и пользователь начинает его пользовать то есть система его вот этот токен полученный на сервисе авторизации начинает уже гонять там ну по своим там нужным параметр то есть здесь как бы один вариант когда у вас один identity сервер вернее ваш проект и один не identity сервера в identity провайдер да кто где-то там далеко находится вот и то есть вы там сходили получили токи начинать работать со своей штукой которая называется ваш проект когда вы работаете с микросервисной архитектурой ходить авторизоваться на других серверах ну на самом деле ну не есть гуд да вы же понимаете поэтому вам нужен свой так называемый какой-то сервер авторизации или идентификации или идентификации сервер когда все сервисы ходят к нему получают токены и валидируется консолидируется в общем собирается в группы и ну не больше трех конечно как обычно в общем это все конечно шутки но тем не менее идентификации сервер очень мощная система это из при реализации спецификации ос 2.0 у нее очень много параметров очень много возможностей возможности авторизации как клиентской так и там машин ту машину или там сервис ту сервис или если хотите называйте так мы будем понемножечку продвигаться вперед начнем самого простого но прежде чем начать давайте наши эти вот проект который когда там давно были мы соберем в общую папку который называется там ну давайте назовем beginning ну или не давайте назовем basics вот и все эти проекты запихнем туда ну чтоб нам было на самом деле удобнее да во первых во вторых ну чтобы они не маячили глаза потому что нам в текущей реализации ну в текущем в идентификации сервера не реализация придется использовать помимо самого идентифика проект еще и куча других ну как минимум там один до который будет через этот идентификации сервер авторизоваться ну и в общем давайте начнем с простого давайте создадим новый проект какой-нибудь api и потом создадим еще один какой-нибудь api и попробуем из одного сходить в другой и а потом прицепим идентификации сервер ну и перед тем как начать хотелось бы немножечко показать вам сам вот этот вот информации про идентификации сервер давайте я вам покажу так вот идентификации сервер вот редокс ну и здесь есть такое понятие как грант тайпс ой не грант грант давайте так вот назову вот и ключом момент в том что так давайте хайлайт отключим вот то есть грант айпы там так сказать разрешение дали возможные способы workflow то есть прохождение авторизации ли идентификации есть на самом деле простой вариант который называется клиент credentials вот но и он используется соответственно вот машинка машин коммуникация то о чем и говорил то есть когда пользователь не вводить никаких логинов никаких паролей есть какой-то логин есть какой-то пароль машина отправляет или сервис отправляет если хотите и в общем здесь так получается что вот то есть это самый простой вариант да и как тут где-то написано вот ничего ноуда интерактив интерактив юзера исправить то есть ничего такого интерактивного нету самый простой вариант но и давайте эту штуку теперь закроем и первым делом создадим новый проект который я думаю назвать очень просто опять же он будет на базе использует нет корр в аппликейшн давайте его назовем ау то резейшн ну пусть называется ордерс да чтобы не просто там и 5 1 и 5 2 что было понятно что у нас блюд как бы ордерс да то есть какие-то заказы и пользовательский допустим юзер до юзеры 5 и ордерс 5 и пользователь будет ходить за своими ордерами я думаю что это как бы нагляднее чем ай пи 1 и пи 2 опять же выберу empty проект я читаю на самом деле уже забался их делать поэтому я наверно сейчас вам покажу еще один интересную штуку думаю что она будет полезна и так для начала давайте удалим все что я делал то есть все что я раньше удалял здесь добавим launch settings опять уберем этот вездесущий и с здесь создадим launch url но пусть будет у нас сайт пусть будет у нас индекс по умолчанию во всех проектах это я за вот так вот красиво сделаю я думаю вы тоже любите красоту и ай пи ой смысле им порт но пусть останется такой но на самом деле пока не принципиально ну и первым делом что нужно сделать это я сделаю дефолт контроль роут также собственно говоря как я делал предыдущих версиях всех проектов здесь нужно сделать сервисы с контроллер вот в юс почему в юс я потом объясню хотя на первом начале нам это не потребуется но и здесь обязательно нужно поставить аппликейшн юс аутентифики и шон и аппликейшн юс ауторизейшн далее так как у нас есть контроллеры ну давайте тогда эти контроллеры сразу создадим для начала я поставлю этот проект допустим стартовый по умолчанию и проверим что он запускается да он запускается но если учесть что у нас ничего нету давайте это быстренько создадим и ну а теперь давайте быстренько пробежимся по тому что я сделал я создал сайт контроллер он исследовать контроллер одну вьюшку индекс и соответственно сайт индекс создался заголовком индекс и поставил сюда паршал меню которая лежит в шарит чтобы все ссылки были в одном месте также создал вью импорцию куда добавил так helpers я это делал уже неоднократно и если хотите более подробно смотреть то это в предыдущих видео ну а теперь я хотел вам показать некоторую маленькую фишечку хитрость не знаю почему раньше не использовал ну теперь наверное видимо придется смотрите есть такая штука называется экспорт темплейт то есть тот проект который сейчас я выберу я выберу проект это называется ордерс я могу завернуть в табло в но пусть будет называться здесь какой-нибудь your name и собственно говоря это поможет дальнейшем гораздо быстрее создавать новые проекты я тогда здесь напишу что этот из себя шаблон представляет это у нас асп идут нет кор аппликейшен вы до контроллер с нд что-то у нас есть в юс имидж ну давайте я выберу какой-нибудь вот тут у меня есть имидж пусть будет вот такой превью имидж пусть будет такой же но и в то далее и теперь у меня в папке вижу студии 2019 мы экспорт и там плейд появился новый шаблон и в общем для чего это сделал все очень просто сейчас для того чтобы создать новый проект который я буду создавать вот видите появился на шаблон your name и 5 то есть все что я сейчас делал в этом шаблоне я сделаю уже непосредственно в новом и так у нас первый назывался ордерс давайте назовем users я нажму create эти один ну бог не пусть будет и пи один хотя конечно можно переименовать я вот так вот и пиа напишу и собственно говоря нажмем build поставим его по умолчанию так у нас здесь горит какой-то а нет уже ничего не горит поставим теперь users стартовым шаблоном запустим ну и как вы видите все то же самое что и было предыдущем проекте то запустилась и в этом в общем удобно на самом деле штука если у вас есть не потребность сделать вот такие вот как у меня шаблоны да то есть проект один за одним да то все пускай и можно вот это вот использовать это мне кажется удобно но и здесь у меня немножечко нету так есть но у меня папка называется по-другому поэтому проект называется не так давайте здесь вот это вот уберу чтобы она не мешалась ну и сами понимаете что если у меня два проекта orders и users на одном так сказать айпишники это как бы но не есть good давайте здесь сделаем кого-нибудь там 9 до пусть будет 9000 9001 соответственно потому что мне придется их запускать двоих обоих сразу и поэтому нужно сделать чтобы идентификаторы были разные смотрите у меня и папка у меня есть проект ордерс там есть solution сайт давайте сделаю еще один метод и покажу для чего пусть это будет get секрет пусть она меня возвращает давайте даже не так он не будет возвращать стринг для простоты и здесь я прям вернул нас ну строку которая будет секрет стринг нет стринг from чё там ордерс и 5 конечно же ордерс но и на данный момент сейчас это мы пока не будем закрывать и шифроваться просто попробуем вот из этого и пия вот из этого контроллера давайте здесь сделаем еще один экшен-резалт пусть он называется get from get ордерс до ордерс а пусть будет get ордерс пусть возвращает view сейчас мы этот view создадим сайт control c control в индекс назовем как он называется get ордерс ордерс нажмем enter и у нас вот в меню я сделаю здесь control d здесь поставлю get ордерс копирую и вставлю то есть чтобы у меня можно было по-быстрому это вызвать из меню ну и в общем ключом именно в том что в этом get ордерс давайте здесь сделаем такую штуку чтобы было все максимально наглядно если допустим она с ю дата какой-нибудь месседж ну давайте давайте так если стринг из но дефолта рэмпти ну то есть мы проверим что там вообще не пусто и конечно же это у нас об джет мы переведем его к ту стринг тогда мы выведем это сообщение ну вот сюда вот мы скажем что у нас view дата ну конечно можно было не проверять противном случае конечно ничего не вывелось но у тебя вот четко по привычке сделал ну мало ли вдруг придется там чего еще делать и что проверить что это работает давайте вот здесь вот сделаем такую штуку view view back message равен ну пусть будет тест давайте запустим эту штуку всю пока запускается одно приложение индекс get ордерс но и в общем вы видите тест дальше что нам нужно сделать дальше нам нужно запускать два проекта одновременно и второй у меня будет запускаться при этом будет открывать браузер я этого не хочу я поставлю здесь false мне в принципе не важно что он там запускается и чего показывает а в первом сделаем следующее для того чтобы сделать cross-запрос между сервисами мне потребуется ну вот в этом вот контроллере давайте создадим конструктор кстати у меня неправильный API ну ладно пусть будет неправильный API неправильный для того чтобы не сделать запрос меня могут использовать http-RS запрос для этого нужен http factory client factory client factory давайте из него создадим вот такое вот мне поможет создать как называется то господи свойства не свойства field здесь мы поставим эту штуку вот сюда и здесь но смотрите так давайте это уберу и следующее для того чтобы нас вот эта штука появилась вот в этом контроллере нам соответственно нужно чтобы в нашем users вот здесь вот в сервисах нужно добавить http клиент его можно сделать именованный как вы понимаете его можно создать через опс через generic ну я сейчас простым вариантом воспользуюсь да вот http клиенты все больше мне здесь пока ничего не нужно и далее здесь первым делом что мне нужно мне нужно получить этот клиент давайте я сразу буду писать чтобы не тянуть время я напишу вар ордер с клиент будем просить о ой http клиент factory создать нам клиент вот он готов и собственно говоря теперь что осталось сделать это сделать запрос ну get string мы там сделали string и нужно указать ура и куда это все пойдет но или строкой или просто я знаю что у меня это адрес имеет вот такой можно посмотреть вот здесь вот пять тысяч один отлично я его копирую вставляю вот сюда это у меня адрес куда попрется этот ордер клиент но так как он и синг мы сделаем здесь и вейт и и здесь сделаем alt enter и нам при шарпер любезно сделает этот задать этот метод через таск и нам нужно здесь получить результат мы будем получать вар респонс и этот респонс нам нужно прочитать в контент и давайте сделаем вар давайте месседж это будет респонс контент нет респонс стринг уже возвращает get и синг возвращает респонс месседж но кстати можно и так так даже наверно более правильно ну то есть это одно из экстеншенов да когда конкретно получаете стринг но я хочу показать что если вы допустим не стринг получаете джи сунда но в данном варианте я могу сделать вот таким вот образом собственно говоря это одно и то же но просто просто чтобы было да чтобы тоже понимали что так можно сделать в юбэк у нас есть месседж равен месседж и собственно говоря все давайте поставим здесь бряку чтобы проверить что у нас нету никаких эксцессов в процессе получения но и как вы понимаете мне нужно стартануть два проекта сразу для этого я в свойствах солюшена выберу мультипл и здесь поставлю старт и ордерс старт ордерс будет стартовать первым этот вторым запустим мультипл старт вот один и делаем запрос сервис полетел создался клиент респонс у нас 404 не найден это логично потому что как вы понимаете я создал url но не создал что нужно о них не указал не контроллер не собственно говоря даже там у меня называется где и а вот ордерс клиент launch называю а get secrets а ну и здесь на самом деле тоже наверное эта штука до конца не сработает потому что здесь нужно указать road я воспользуюсь так называемых договоренностями здесь у меня будет соответственно рот и я здесь буду экшен то есть вместо вот этих вот квадратных скобок экшена и и контроллера у меня поставится соответственно сайт и здесь соответственно get secrets ну давайте даже не get secrets и давайте просто назовем секрет вот так вот назовем и тогда экшен будет секрет и соответственно примерно то же самое мне нужно сделать и во втором контроллере сейчас пока у меня нет ошибок но они точно появятся потому что у меня уже несколько получается методов контроллера экшен и control d и здесь 2 и соответственно здесь нужно указать секрет давайте еще раз запустим давайте еще раз запустим делаем get orders пришли в бряку смотрим message response 404 опять и чего-то там не так указал сейчас проверим и здесь соответственно у нас ничего нету а ну да конечно здесь нужно респонд его эвэйт поставить давайте сразу поставим чтоб я не забывал потом это сделать так и теперь проверим почему у нас не работает вот этот вот экшен ой ну конечно смотрите какую гадость и тут написал на я могу я крутой давайте еще раз запустим очень хочется чтобы это уже сработало запускаем 10 месседж но как вы видите эта строка пришла и зря оставил breakpoint можно было и так понять что это работает для этого нужно переключиться вот secret string from orders api ну и в общем для того чтобы теперь это все заработало с точки зрения безопасности нам потребуется еще одна штука которая называется identity server давайте ее теперь создадим ну вы мне можете не поверить но я также вас создам из этого шаблона также создам новый проект вот он этот шаблон единственное что я здесь напишу наверно более более читабельное название identity и пусть будет сервер identity server и также он у меня будет состоять из ну пусть эти штуки остаются контроллеры и views потому что они нам потом тоже также потребуется но единственное что я для начала сделаю это 6 секунду найду где это вот здесь в property launch settings давайте здесь поменяем айдишник и порт на 100001 здесь соответственно 10000 я хочу напомнить что у меня есть шаблон шаблон микросервисную архитектуру где используется identity server он настроенный но он также находится в in-memory режиме до который вы сможете потом дальнейшем заиспользовать своих собственных проектах особенно в проектах микросервиса ну и теперь раз у меня уже есть identity server в общем-то я могу как бы запустить но естественно там пока ничего толком не работает поэтому давайте добавим начнем вот с чего для того чтобы запустить работу identity server а ему нужно указать некоторое количество конфигурационных данных я назову configuration и нажму enter этот класс у меня будет статичный и этот класс будет содержать себе достаточное количество данных для того чтобы identity server запустился смотрите у вас есть два у нас то есть orders и users 2 и п они работают как отдельные сервисы но для того чтобы identity сервер покрывал их безопасностью их нужно объединить так называемый скоп да или даже не объединять а каждому выдать по скопу и в identity сервере настроить эти скопы ну и в общем для того чтобы они могли между собой коммуницировать нужно определенное количество разрешений создать для одного и собственно для другого что из себя представляет файл конфигурации для начала давайте установим давайте установим nugget package который называется identity сервер identity server 4 нам в принципе достаточно нажимаем ok отлично он у нас установился и теперь его можно 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 ну давайте вот эту штуку берем здесь напишем add identity так а я там нахожусь это identity серверы да есть identity сервер ну или я не то установил или одно из двух identity сервер 4 installed а я установил в identity сервер в принципе все правильно давайте сервер says add identity сервер я наверное что то а ну конечно же не add а use ой use ну где же ты где же ты где use identity сервер ну и в общем теперь вот этот вот identity сервер он конечно же не сработает ну давайте запустим я собственно говоря вам покажу сейчас у меня а ну да у меня сейчас проект и не стартует для того чтобы он стартовал мне нужно нажать свойства solution и добавить чтобы identity сервер стартовал в том числе сейчас я нажму старт и получу естественно ошибку и будет на самом деле достаточно много потому что есть некоторые нюансы которые которые заставляют identity сервер работать ну и первое что здесь не хватает это не хватает ресурсов не хватает валидаторов и конечно же это нужно все устранить при помощи добавление некоторых настроек конфигурации первое что требуется для идентийти сервера это а смотрите еще немаловажный момент идентийти сервер может работать с базой данных и в инмемори режиме то есть когда инмемори режим мы файли конфигурации задаем определенные скопы клиенты какие-то параметры там варианты подключения да и это будет инмемори режим то есть это будет как бы в статике ну то есть даже не в статике в рантами запускаться настраивается и без изменений второй вариант использования identity сервера это когда вы его натравливаете ну вернее когда вы для него создаете две базы данных одна там для пользователей для ресурсов в общем он для использования для работы две базы данных и вы тогда сможете управлять вот этими скопами то есть областями на какие сервисы распространяется секретами клиента и так далее я опять повторюсь что в шаблоне для nimble фреймворки это шаблон для микросервисной архитектуре где то есть у меня видео на канале посмотрите если интересно там используется и memory режим то есть это не окончательная не финальная версия то есть если вы захотите полноценно управлять identity сервером его нужно будет ну запускать по полной программе то есть подключать вот эти базы данных настраивать миграции а также еще подключать сертификат ну в общем там такая непростая ну и безопасность сами понимаете не тривиальная вещь ну и здесь тогда мне нужно сделать in memory во первых мне нужно добавить identity ресурсы сейчас про все подробно остановлюсь add in memory клиент и add in memory называется сейчас найду так клиенты API ресурсы ну и еще наверное мне потребуется дефолт нет еще add developer sign credential но это к вопросу о том что не сертификат я буду подключать для development для development буду использовать такой заглушка ну и как вы видите мне сюда требуется какая-то пачка конфигурации да это вот identity ресурсы опять же немножечко поподробнее есть клиенты то есть клиенты здесь у нас можно сопоставить с клиентскими приложениями да то есть клиенты может быть ASP.NET MVC клиент замарин клиент консольное приложение клиента клиенты вот в этом смысле вот в этом роде могут быть они какими-то специфическими да там допустим API какой-нибудь клиент который там ASP.NET Core например ну и вот здесь вот в данном моменте вот они требуются давайте создадим их configuration get clients вот такую штуку сейчас делаю сейчас мне ReSharper поможет создать эту штуку ну как обычно не так как я хотел и здесь вот такую штуку сделаем ее clients здесь делаем вот так то есть что в данном варианте между нашими сервисами будет общаться то есть orders users будут делать запросы на orders и для этого нам нужно создать новый клиент у каждого клиента как вы понимаете есть клиент ID здесь мы будем написать ну давайте напишем клиент ID для начала чтобы вам стало понятно и клиент секретс клиент секретс вы не поверите тоже будет клиент секретс да пусть будет в единственном числе а нет но их тут много поэтому их нужно вот в такую штуку завернуть вот а ну да здесь не просто в новой версии появилась такая штука вот клиент секретс обернулся в специальный класс и теперь у этого класса есть разреши расширение то 256 так я не помню давайте давайте напишем так звездочка решетка то ну так не помню сейчас один момент сейчас будем вспомнить да нет я конечно же затупил мне нужно сюда уже засунуть это здесь то 256 да вот туша 256 это extension не к секрету как оказалось а клиенты я просто запамятовал ну и в общем раз у нас теперь есть клиент есть его идентификатор нам нужно сделать дополнительные настройки в частности нам нужно указать grant type то есть через по какому принципу будет он авторизовываться я сделаю ну давайте огогого вот так вот сделаю так уберем подсветку и я буду делать таким вот образом grant type с вот мы будем говорить сегодня про client credential она уже множество начислил давайте я тогда уберу его она уже все правильно возвращает да и этот тип как вы помните самый простой мы его и будем использовать но этого опять же мало потому что нам нужно указать какие скопы разрешены для подключения ну давайте для у нас будет два скопа да у нас будет давайте для начала один вообще то есть вот этот вот orders API да вот так вот сделаем мы его назовем скоп находится вот в этом так называемом области orders API и у нас для того чтобы клиент отправил запрос и получил доступ к этому он должен отправить вот это вот это и вот это и тогда он получит доступ теоретически это готово но и пока еще не все теперь ну давайте identity напоследок уберем API ресурсы и здесь собственно говоря мне нужно проделать то же самое configuration и здесь я напишу get так это двинься get API resources в общем давайте опять я так же сделаю ну не хочет он делать как я хочу ну ладно сделаем здесь такую штуку мне нужно получить и листы API ресурсов и мне их соответственно создать что такое API ресурс вот смотрите orders API это ресурс API ресурс users API это ресурс и соответственно мне здесь нужно создать API ресурс который называется orders API я хотел бы обратить ваше внимание на то что опс что вот этот вот API orders API и вот этот вот orders API это одно и то же то есть как раз вот этому клиенту можно ходить вот на этот ресурс это принципиально ну и в конце смотрите еще и требуется identity ресурс но вообще это больше связано с профилем с пользователем когда когда это ну в общем есть два типа скопов да один распространяется на непосредственные ресурсы например orders API скоп или users API скоп и второй это так называемый identity скоп когда выдается клиенту email профиль или там телефон вот это вот скоп identity но мы его пока не используем ну давайте я его сюда тоже добавлю get identity resources в дальнейших видео я надеюсь он нам потребуется ну и опять я так не хочу я хочу вот так даже не так а вот так new identity resources и здесь я создам new identity ресурс но надо сказать что в identity сервере уже есть некоторое количество предопределенных значений да то есть которые помогают как бы быстрее написать и и помогает не ошибиться в написании названия как я говорил вот этот вот identity ресурс это вот адрес open id телефон профайл email ну давайте пока вот open id добавим который ну в общем то должен как бы использоваться здесь я сейчас еще опс поправлю для красоты здесь у меня что то все поломалось и в общем как то вот таким вот образом ну и смотрите сейчас я отключу эту все запуск всего и сразу и запущу только identity server у меня у меня нет ошибок как вы видите identity server версии запустился он доступен на порту 1000 давайте я сейчас открою этот порт пусть называется 1 100001 конечно же у меня здесь ничего нет потому что здесь ничего не должно быть но для того чтобы убедиться что сервис работает правильно есть такая штука ну вот она написана well-known open id configuration то есть вот этот вот адрес он говорит о том что на этом на этом хосте запущен identity server в частности да у которого есть то есть вот это вот не well-known open id configuration это на самом деле часть open id как это по-русски это будет open id да конфигурации то есть это к identity server абсолютно не относится и здесь как вы видите у нас есть всякое количество полезных штучек да ну в частности мы имеем authorization endpoint мы имеем токен endpoint здесь есть информация по сессии у нас есть доступные скопы как вы видите у нас есть клаймы которые мы поддерживаем на данный момент в общем возможно я говорю сейчас непонятные вещи но тем не менее вот well-known operation id есть информация о том что за сервис и identity сервис и что он поддерживает ну и есть немаловажная часть вот вот здесь вот вот это когда у нас вот есть токены которые он поддерживает то есть код токен токен как раз я говорил access токен это токен ID токен это токен идентификации пользователя дальше пошли там смешанные штуки тут всякие разные ну и вот это вот обычно вот используется в банковских операций ну то есть вот где-то такое серьезное что там вообще кастомные там до посинения можно стараться как понять как это работает ну а в основном используется вот этот вот вот этот вот ну иногда вот этот вот ну и тоже ну в общем ладно неважно это очень такая большая тема которую очень долго жевать времени не хочется растягивать видео ну и раз у нас identity server стартанул теперь можно собственно говоря сделать следующее а следующее это пойти вот в этот user пойти вот в этот контроллер сделать request у нас же сервер работает давайте я здесь что-то переименую ну да и денечку удалил не переименовал отлично ну и в общем у нас тут есть get orders и теоретически вот это мы уже делали retrieve запрос на orders orders а вот здесь нам нужно сделать retrieve запрос ну нам нужно сходить на identity server и получить вот этот вот самый токен да который нам позволит сделать запрос уже с идентификацией ну то есть да безопасный запрос то есть с токеном success токеном и в общем есть некоторое количество сборок и всяких дополнительных штучек в интернете в том числе и сборка от создателя identity сервера который на самом деле очень сильно помогает и давайте я ее сейчас установлю а вы узнаете как она называется она называется identity models identity model вот она и вот авторы смотрите как сильно она пользуется 34 миллиона до install закрываем что это дает но во первых давайте получим нового клиента аус допустим так и называется аус клиент http factory create клиент мы создали другого клиента который будет ходить в другое место ну в смысле в identity сервер единственное что мне нужно знать это адрес identity сервера но я его помню визусть потому что сам поставил порт 100001 и теперь и есть такая штука называется дис ну пусть будет discovery документ эта штука поможет нашему аус клиенту ну кстати вот этот вот get discovery документ это как вы понимаете вот как раз расширение из той сборки который называется identity модул в противном случае мне бы пришлось полностью указывать там хреновое количество данных формировать объекты но надо сказать что вот этот вот discovery документ давайте здесь напишем htp ой зачем с большой буквы http http 2 точь localhost 2 точь здесь 100001 и этого достаточно я знаю что у меня на сервере localhost 100001 находится identity сервер а вот этот вот discovery документ умеет читать тот самый well-known open-ID configuration и вот эту всю информацию он дернет сюда ну это isync надо не забывать делать await вот этот вот сервер как раз дернет всю эту штуку сюда давайте поставим бряку и посмотрим что это дает в общем вот этот discovery документ он как раз собирает информацию с вашего сервера и если у вас там много всякой дряни конечно у меня тоже сейчас ничего не получится то если каждый раз у вас такой как сказать неуловимый identity сервер то вот этот discovery документ позволит на самом деле четко находить какие пути, может быть конфигурация меняется на продакшене, в общем это очень удобно с одной стороны, с другой стороны я привык это все прописывать руками но мы сейчас идем по простому пути и поэтому будем делать таким образом получим discovery документ и возьмем с него все что нужно solution компилируется и я надеюсь запускается нет не запускается, потому что у нас непонятно почему, давайте посмотрим ну наверное давайте в дебаге запустим видимо старые были запущены клиенты на том же порту и он не дал их запустить, сейчас проверим да, все-таки эта штука запустилась, порт был занят но не важно ну смотрите, для начала я все время переключаюсь с ИИСа на непосредственно вот консольное приложение то есть на Castrel для чего я это делал постоянно ну теперь наверное вам понятно да, что когда у меня Castrel тогда я вижу ошибки, логи конкретно привязанные с каждым сервисом то есть если вот у меня identity сервер я вижу что он запустился я вижу что он работает если у меня здесь users то я вижу что это users в противном случае мне пришлось бы идти вот сюда искать в дебаге конкретный сервер ну это как бы на самом деле муторно и мне кажется неудобно что и касается Castrel то здесь гораздо все проще ну и давайте переключимся снова в этот самый Get Orders нажмем кнопку Получить Orders и смотрите что у меня пришло в Discovery документ как я и говорил здесь у меня все то что я вам показал Well-known OpenID Configuration здесь валяется вся остальная фигня Authorization смотрите где-то тут есть токен должен быть вот он токен Endpoint это где мы будем получать токен для того чтобы проскочить на другой сервис ну и раз у нас эта штука сработала давайте теперь сделаем еще одну штуку ну раз у нас Discovery есть значит у нас есть Endpoint и у нас вот здесь создается клиент давайте я бряку уберу поставлю например вот здесь чтобы не мешалось и сейчас у меня теоретически ничего не помешает выполнить запрос я так же получу давайте я покажу это все-таки чтобы не быть голословным вот запрос вот у меня секретная штука вернулась то есть все отлично у меня Identity Server работает токены в ДЭТ только эти токены никто не проверяет но вот в этом-то как раз и проблема давайте сделаем так чтобы токены проверяли допустим Order ID ой в смысле Order API пусть проверяет токены полученные на Identity Server токены будут получать юзеры ну для начала нужно определиться с тем что у нас есть в этом Order API смотрите мы добавили ничего и по части авторизации аутентификации у нас в параметре есть но сама система не подключена поэтому первым делом что мы сделаем это подключим Add Authentification ну и как вы помните здесь нужно указать схему по умолчанию и я вы не поверите буду использовать правильно я буду использовать GVT Bearer и для этого вот здесь нужно написать Add GVT Bearer ну а для этого естественно как вы понимаете ее нужно эту самую Bearer установить сейчас посмотрим есть ли она у меня Microsoft Authentification вот отлично и здесь мы напишем или сразу найдем GVT Bearer вот она то есть мы устанавливаем сборку называем Microsoft SP.NET Core Authentification GVT Bearer да хочу ошибки не обращайте внимания я их всегда делаю и вот у меня Add GVT Bearer стал желтеньким стал желтеньким то есть посвятился то есть инстальнулся так сказать ну и этого мало давайте здесь покажем схему по умолчанию теоретически я могу здесь написать Bearer но так как с ручками иногда я не сильно то есть пока говоришь и пишешь это чревато чревато последствиями то есть много опечаток я здесь скажу такую штуку GVT Bearer Default ну и если я нажму F12 да вы увидите что здесь просто то же самое слово Bearer но здесь уже 100% я не промахнусь потому что ошибиться в этом написании очень сложно ну и так как GVT Bearer у нас тоже требует схему по умолчанию давайте скажем где он будет брать эту самую конфигурацию ну и первое мне нужно указать это config мне нужно сказать authority authority это грубо говоря то что мы называем сервером аутентификации и лежит она у нас в проекте localhost .1 и еще нам нужно указать кто мы такие то есть мы должны указать что мы чем мы защищаем от контакта какую в область мы представляем для защиты у нас она называется orders API и это честно говоря практически все для того чтобы это свершилось да теперь в сайт контроллер давайте вот так вот свернем всю эту грязь orders контроллер зря конечно их всех одинаково назвал но тем не менее это быстрее получилось и раз у нас теперь здесь есть возможность перекрыть это все кислород это да это authorize атрибут поставить вот теперь я могу сделать запрос и проверить что у меня вернется unauthentificated то есть ошибка авторизации 401 несмотря на то что мы токен уже получаем этого мало смотрите discovery документ это мы знаем где сервер orders вот пошел order клиент полетел на сервер вот он response как вы видите ошибка 401 в общем получилось не совсем удачно ну как наоборот я так и хотел ладно поехали дальше то есть мы закрыли вот этот вот сервер авторизации и теперь давайте здесь сделаем так вот если response не success тогда мы view back message отдадим response status code to string ну и теперь если допустим нет вот так вот запущу и return view сделаем ну потому что надо лохматить бабушку вот и чтобы без дебага запустить проверим сейчас кликаем хопа и мы получаем unauthentificated все верно далее опять же мы будем использовать extension то есть метод из extension который дает модул но теоретически если у вас есть orders клиента то есть можно сделать так вернее нужно сделать так orders клиент headers вот authorization равен new value и здесь нужно схему прописать параметр и еще там ой не туда нажал и еще то есть много много чего то есть нужно создать сервис автентификации здесь нужно подставить схему и собственно говоря туда пропихнуть тот самый вот токен который мы еще не получили кстати но я буду делать немножечко по-другому использовать вот этот вот самый удобный да setbearer токен extension который позволяет позволит это вот не делать этих манипуляций это на самом деле просто удобно это уже готово работать ну и сюда я должен подставить токен response давайте пока закомментируем эту штуку так я что-то не туда нажал у меня курсор потерялся давайте для начала этот токен получим и так discovery документ у нас работает я не буду проверки делать на валину сработал не сработал я вот просто пока будем считать что я пишу идеальный код и мне все всегда получается теперь мне нужно сделать токен response и получить уже опять же через асинхрон вот этот вот аус клиент get сейчас найдем а реквес клиент кредитивеншал токен но это как раз реквес кредитивеншал клиент он как раз позволяет сделать запрос вот к этому сейчас секунду configuration вот к этому клиенту потому что у него кредитивеншал клиент это понятно да ну и вот этот реквес клиент токен он имеет в сигнатуре как раз тот самый класс который позволяет очень удобно опять же задать все необходимые штуки для того чтобы он сработал давайте я его перенесу на новую строчку просто так удобнее мне кажется и здесь я должен указать что я должен указать адрес то есть куда я пойду discovery как раз мне подскажет где я могу получить этот токен дальше я должен указать client клиент подчеркивание подчеркивание id дальше мне потребуется так же клиент клиент секрет вы конечно же помните что это клиент подчеркивание секрет ну и естественно мне нужно указать куда я хочу пойти это это скоп скопу мне называется orders api то есть вот этот вот клиент пойдет получит параметры и в токен response придет нам то что нужно в токен response с большой буквы нет с маленькой буквы давайте напишем в токен response придет access token и вот этот вот access token подставится в header в авторизейшн header и вот этот order клиент ну давайте запустим короче давайте сделаем вообще вот так вот красиво и вообще чтобы было обалденно правильно у нас та же самая история потому что я не закрыл клиенты давайте еще раз его запустим вот один вот второй вот третий очень удобно красиво стартуем да запустились нажимаем get order попадаем в get order метод и смотрите мы поехали создали первого клиента the discovery либо ну то есть как это по-русски так господи нашли куда нам ломиться дальше вот информация вот мы создали этот реквест с этим клиентом токен у нас этот вот он респонс смотрим что в респонзе смотрите у нас появился access token у нас статус 200 то есть мы авторизовались успешно мы пошли дальше и создали order клиент через set bearer токен установили ему авторизейшн хедер ломанулись на type secret увидели проморгнуло да там увидели статус окей мы получили этот статус окей соответственно можем прочитать контент прочитали контент месседж и как говорится вуаля где ты вот у нас появилась эта строка только уже защищенная авторизация была проверена на identity сервере проверку делал другой клиент ну и в общем в общем это примерно вот так вот работает смотрите еще некоторые комментарии то есть почему я делал кастрел везде потому что это и так понятно теперь что у нас вот был запрос на order API сейчас секунду найдем где тут еще один вот он у нас есть identity сервер отдельно кастрел в общем вот почему это именно так ну и все логирование в identity сервере собрано в одном месте не надо ничего никуда лазить вот смотрите у нас client ID grant type credential то есть таким образом запрос может между сервисами работать вот таким вот образом да то есть сервис to service communication можно запускать по такому принципу единственное что в некоторых вариантах ну мне во всяком случае доводилось сделать немножко более сложные вариации когда у меня сервисы то есть не все подряд сервисы могли запрашивать по полученному адресу нужный запрос а у меня сервисы сами авторизовывались то есть они их credential были связаны с их идентификатором в системе там ну в определенной таблице списка адресов вот это в принципе работает ну и наверное на этом все я думаю что я объяснил и показал как это работает если будут вопросы пишите если захотите прокомментировать комментируйте появится возможность отправить мне денег отправляйте я плачу хостинг ну а в следующий раз будем более глубоко копать более глубже и наверное будет еще более интересно на этом наверное все все пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч